В эфире Вести Хакасия. В студии с обзором основных событий дня. Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Пожизненное заключение. Сегодня суд поставил точку в жестоком тройном убийстве в Черногорске. Бесплатная антиреклама. На улицах Абакана появились баннеры с изображением самых страшных подъездов. День России. Каким он будет? Завтра в Хакасии пройдут массовые гуляния, посвященные главному празднику страны. Более 40 миллионов рублей выделит в этом году республика на развитие монопрофильных территорий. Одним из первых на финансовую поддержку может рассчитывать Черногорск. Город угольщиков более других населенных пунктов подходит для того, чтобы получать средства. К тому же программа там уже готова и утверждена на федеральном уровне. Эта тема стала одной из основных на сегодняшнем заседании правительства Хакасии. На нем побывала Наталья Гармашова. Всего полчаса хватило кабинету министров, чтобы рассмотреть вопросы повестки очередного заседания. По традиции летом самая актуальная тема – это сельское хозяйство. Между тем не менее важен вопрос и строительство. Мы подписали соглашение с министерством сельскохозяйства Российской Федерации, согласно которому нам выделены федеральные финансовые ресурсы на социальное развитие села. И плюс у нас оставались финансовые ресурсы, нераспределенные на развитие водоснабжения республики Хакасия и на капитальный ремонт учреждений культуры. В частности, на улучшение водоснабжения в селах и завершение начатого в прошлом году ремонта клубов из Федерации направлено 15 миллионов рублей. Более 18 миллионов пойдет на строительство сельских школ. Еще один немаловажный вопрос в повестке – поддержка монопрофильных территорий Хакасии. На них приходится 76% промышленного производства республики. Речь идет о Черногорске, Абазе, Сайнагорске, Сорске и Вершинитёе. Для небольшой республики это достаточно много. Мы пытаемся снизить уровень монопрофильности, развивать предпринимательство на этих территориях, для того, чтобы в случае наступления каких-либо рисков снизить социальную неустойчивость в этих муниципальных образованиях. В случае промышленного спада удержать рабочую силу помогут частные предприятия. Первым этапом их развития станет инфраструктура. Коммуникации, дороги, сети – на это нужны немалые деньги – федеральные и республиканские. Средства получат лишь муниципалитеты, получившие федеральный статус монопрофильных. Кроме этого, муниципалитету нужно производить более 50% собственной продукции. Еще одно условие – территория должна вкладывать средства на развитие производства. Галочки по всем этим пунктам с уверенностью может поставить Черногорск. Организует на своей площадке промышленный парк Черногорский и планирует получить субсидии из федерального и республиканского бюджета. В общем объеме у них запланировано на инфраструктуру 280 миллионов рублей. А общий бюджет на три года создание промышленного парка – миллиард 60 миллионов рублей. Кроме того, все шансы в этом году получить финансовую поддержку из Федерации и Хакасии есть у Сейногорска и Абазы. Заявки на субсидии уже рассматривает Министерство экономического развития страны. По подсчетам специалистов, в ближайшие две недели начнется распределение первых средств. Наталья Громашова, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Затяжная прохладная весна стала причиной поздней посевной в Хакасии. Даже если учесть, что большую часть зерновых засеяли в срок, то все равно практически месяц семена пролежали в земле без всходов. По словам министра сельского хозяйства Хакасии Ивана Вагнера, задержка составила как минимум около двух недель. Но по сравнению с другими регионами Сибири все не так плохо. Тех зерновых культур у нас в республике завершится в ближайшие дни. Зато есть серьезное отставание по гречихе. А трехгодичный эксперимент по кукурузе вовсе не удался. Сегодня высаживать ее уже поздно. Майского тепла не случилось. И к осени не удастся получить нормальной зеленой массы. Поэтому для наших животноводов грядущее лето – период надежды. Вы все знаете, что в прошлый год у нас была засуха. И вот тот запас кормов, особенно сочных, который у нас был с прошедших лет, мы за эту зиму благополучно в республике съели все. У нас сегодня переходящих запасов почти нет. За редким исключением по ряду хозяйств такое маленькое количество, о которых говорить вообще смысла нет. Поэтому мы будем вступать в зимовку с тем, что мы заготовим в текущем году. Поэтому у нас, конечно, надежда на то, что лето все-таки будет теплое. Мы получим то, что хотим. Сегодня улицы Абакана украсили баннеры с изображением победителей конкурса на самый страшный подъезд. В оживленных местах столицы республики разместили фото трех особенно запущенных помещений. Речь идет о перегрёстках Щетинкина-Кирова и Тельмана-Ирыгина. На огромных фотографиях свои подъезды могут увидеть жители домов по Заводской 3Б, Торговой 8 и Комарова 8. Обслуживает все указанные объекты управляющая жилищная компания «Тёплый дом». Напомним, на роль самого страшного претендовали около 30 подъездов республики. Государственная жилищная инспекция отобрала только три. В помещениях и визуально, и по документам ремонт не делался годами. Главной наградой победителям конкурса стала публикация не только фото, но и сведения об управляющих компаниях, благодаря которым жильцы вынуждены ежедневно созерцать разруху в своих подъездах. Добавим, что уберут баннеры с улицы Бакана только через неделю. Будет ли, по мнению жителей города, такой метод борьбы с нерадивыми коммунальщиками действенным, узнали наши корреспонденты. Страшное зрелище, безобразное, конечно. Не жестко, наоборот, просто сейчас огласки боятся все, и мне кажется, они чисто будут бояться попасть куда-то на баннеры, в телевидение. Может быть, действия, может быть, и будут какие-то ремонты проводиться или что-то делать. Да там такие люди, там не совести, ничего нет. Посмотрите на цены в наше время на коммунальные услуги, за что мы платим такие деньги. Ну вот он результат в то же время. В первую очередь, им должно быть стыдно, потому что это их работа. В этих домах мы живем, и пусть они это видят, и пусть им будет стыдно, действительно. Больше двух часов потребовалось суде, чтобы огласить приговор по громкому убийству, которое было совершено в марте прошлого года в Черногорске. Оба обвиняемых, Михаил Токченаков и Александр Яковлев, получили пожизненные сроки. Подробности этой трагической истории с начала и до конца в материале Виктора Лушникова. Жестокое групповое убийство обвиняемые совершили 15 марта прошлого года. Трагедия продолжалась несколько часов. Подсудимые Михаил Токченаков и Александр Яковлев выпивали вместе с хозяином дома Николаем Андреевым. Как выяснило следствие, Токченаков заявил, что способен убить любого человека. И ударил ножом в шею лежащего на диване хозяина дома. Второй подсудимый этим же ножом перерезал ему горло. Из окна они увидели племянника погибшего, который шел через огород к дому. 17-летнего Валерия Буряка запустили в дом. Токченаков ударил его ножом в область сердца, а Яковлев добил подростка с 17 ударами ножа. Вечером к дому приехала 23-летняя дочь погибшего Ирина Андреева. Она стала третьей жертвой. На ее теле эксперты насчитали более полусотни ножевых ранений. Подсудимые забрали у своих жертв золотые и серебряные украшения и несколько тысяч рублей. А также угнали автомобиль Хонда Андреевой. В этот же вечер их задержали вблизи села Троицкое Баградского района. На основании части 3 статьи 69-й карьеры по совокупности преступлений назначить Токченакову наказание в виде пожизненного лишения свободы. По совокупности преступлений окончательно назначить Яковлеву Александру Анатольевичу наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сабывание наказание в исправной колонии особого режима. В ходе следствия и рассмотрения дела в суде подсудимые меняли показания, пытались свалить вину друг на друга, но следователям с помощью экспертизы показаний свидетелей удалось восстановить реальную картину, что оба подсудимых принимали участие во всех убийствах. Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил справедливое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор суда является законным и справедливым. Осужденным, кроме пожизненного лишения свободы, присудили выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим по 850 тысяч рублей с каждого. Родственники погибших удовлетворены приговором, но никто им не вернет своих родных. Прощения к ним никакого нет. Я их никогда в жизни не прощу за своих родных, самых близких людей. У меня погиб сын, погиб старший брат, погиб с родными, племянница родная. Приговор пока не вступил в законную силу, на его обжалование отведено 10 суток. Все это время осужденные будут находиться в следственном изоляторе. Виктор Лошников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Сегодня же начался судебный процесс по громкому делу экс-капитана хоккейной команды Виталия Лабуна, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы. Видеосъемку в зале суда журналистам запретили. Такое пожелание высказали все участники судебного процесса, даже сторона обвинения. Напомним, Виталий Лабун был задержан 2 февраля при сбытии трех граммов гашиша. При обыске дома у него обнаружили еще один грамм наркотика. И по версии следствия, ранее в этот же день он продал игроку дублирующего состава Саян Владимиру Лештаеву более 20 граммов гашиша. Уголовное дело в отношении Виталия Лабуна рассматривается в общем порядке судебное разбирательство. На сегодняшнем судебном заседании будут исследованы письменные доказательства, то есть материалы уголовного дела. В следующее заседание запланирован вызов свидетелей обвинения. Виталий Лабун свою вину в сбытии наркотиков отрицает. Обвинение представило в качестве доказательств материалы проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу. Очередное судебное заседание, на котором будут заслушаны свидетели обвинения, намечено на 19 июня. Завтрашний день в нашей стране объявлен выходным. 12 июня – День России. В городах и селах пройдут праздничные мероприятия. Какую программу подготовили организаторы – в нашем следующем репортаже. С самого утра на Первомайской площади Ребятня сможет попробовать свои силы в конкурсах и аттракционах. Для самых маленьких электромобилей – батуты и детский тир. Две республиканские библиотеки приготовили для гостей праздника конкурсы на знания истории России и Хакасии. Республиканская детская библиотека подготовила специальные буклеты для детей, рассказывающие о государственной символике нашей страны, которую можно будет, кстати, получить на празднике. Не только познакомиться, но и унести с собой. На сцене зрители увидят выступления республиканских коллективов. Своими голосами порадуют русский народный хор имени Шрамко, солисты филармонии, вокальный коллектив «Время» и юные артисты детского центра творчества. Возможно, лучшим приобретением, которое вы сможете сделать здесь, на Первомайской площади, завтра станут билеты на концерт знаменитой на весь мир Ванессы Мэй. Именно она в этом году будет выступать на закрытии международного форума в конце июня. Цена удовольствия всего 200 рублей. Не так уж и много, чтобы услышать вживую музыку, покорившую весь мир. Завтра здесь планируют продать первую тысячу билетов. Имя скрипачки Ванессы Мэй известно даже тем, кто далек от классической музыки. Наполовину тайка, наполовину китаянка. Выросшая в Великобритании, она покорила слушателей своими технообработками классических произведений. В частности, ее шторм из цикла «Времена года Вивальди» оставил позади в хит-парадах поп-музыкантов. Это и множество других классических и собственных произведений сделали хрупкую китаянку, известной на весь мир. Концерт пройдет 30 июня на стадионе Саяны. Праздник, посвященный Дню России, в Абакане состоится при любой погоде. В 4 часа дня с Первомайской площади переместится к Центру народной культуры, где пройдет отборочный тур фестиваля конкурса этнической эстрады от Иры «Песня огня». Как говорят, у природы нет плохой погоды. Поэтому, если будет не жарко, это опять же хорошо, можно спокойно гулять. Если будет солнечно, значит, будет еще больше народу, мы будем этом несказанно рады. Наталья Чудина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В канун праздника жители республики поздравил глава Хакасии Виктор Зимин. Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России. Этот день объединяет жителей нашей многонациональной страны и республики. Все, кто любит нашу Родину, гордится ей и трудится для ее процветания. Кто дорожит своей родной землей, семьей и детьми. Все вместе мы – огромная, единая страна. В истории России и Хакасии много славных, героических и суровых страниц. И во все времена источником силы нашего народа были вера, трудолюбие и любовь к своему Отечеству. Пока мы вместе, наша страна всегда будет крепкой и великой державой. Сегодня Хакасия по многим показателям входит в число лучших российских регионов. И те успехи, которых мы добились в экономике, в сельском хозяйстве, в демографии, в сохранении нашего культурного наследия, открыли для республики новые возможности. У нас будут построены современный перинатальный центр, музейный комплекс и много других важных объектов. Все это – результат нашего совместного труда. Дорогие земляки, наши люди обязательно будут иметь жилье, достойную зарплату, качественное медицинское обслуживание, образование, хорошие дороги и продукты питания, конечно же, экологию. Время жить лучше. Дорогие друзья, в этот замечательный день от всей души желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех добрых делах на благо своей семьи, родной Хакасии и Великой России. С праздником! С Днем России! В Абакане прошел инклюзивный праздник «Страна детства». Его провела общественная организация по поддержке семьи, материнства и детства «Доброе сердце Хакасии». Здоровые дети и дети с инвалидностью, а также их родители вместе принимали участие в эстафетах, играли и развлекались. То есть учились понимать друг друга и быть толерантными. Понятие инклюзия только входит в разговорную речь современного российского общества. Дословно, это процесс реального включения инвалидов в активную общественную жизнь. И желательно, чтобы этот процесс начинался как можно раньше, то есть с детства. С инициативой проведения подобного праздника выступила общественная организация «Доброе сердце Хакасии» и родители, чьи дети имеют инвалидность. Идея вообще, да, мероприятие, чтобы люди друг друга поняли, поняли, какие мы, мы разные. Рыжие, блондины, с голубыми глазами, на коляске, неважно какой, да. Можем видеть, можем нет, можем слышать, можем нет. Но мы в первую очередь люди. И это самое главное, чтобы все поняли. Сегодняшняя реальность такова, что человек с инвалидностью, неважно, взрослый он или ребёнок, оказывается в некой изоляции. Людей с ограниченными возможностями здоровья практически не видно на улице. Ещё реже их можно встретить в кино, театре или кафе. Не потому, что они не хотят туда пойти, а потому, что туда для инвалидов нет доступа. У нас в основном сейчас всё, что делается для нас, делается фасадно. То есть у нас построены кое-где пандусы. То, что происходит за пандусами, уже мало кого интересует, а там начинаются самые сложности. То есть мы по пандусу поднялись, дверь полностью не открывается, всё, приехали, можно спускаться назад. Праздник был организован таким образом, чтобы через игру здоровые дети научились лучше понимать своих сверстников с ограниченными возможностями здоровья. Ребята осваивали язык жестов, азбуку Брайля, угадывали предметы с завязанными глазами. Вообще не очень трудно, потому что, ну как сказать, описать обычный предмет, который ты нащупываешь и можешь видеть каждый день, легко описать. А как ты думаешь, легко людям, которые не видят, они живут каждый день с повязкой на глаза, вот как им думают? Ну это очень, конечно, трудно, но через года, через дни можно привыкнуть и приспособиться. Конечно, одним инклюзивным праздником ситуацию в обществе не изменишь. В настоящий момент общественная организация готовит к изданию специальную книгу-пособие «Я знаю, я полноценно живу». Это своего рода путеводитель для родителей детей с инвалидностью. Параллельно общественники и родители добиваются инклюзии в образовании. Законодательно дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право посещать обычные детские сады и школы. Это было последнее сообщение выпуска. Напомню, новости вы также можете узнавать на нашем сайте. Я желаю вам всего доброго, удачи и до встречи в эфире.